Актёры, музыканты, художники, хранители музейных ценностей, библиотекари и хореографы принимают поздравления. В конце марта в России чествуют людей, которые посвятили свою жизнь искусству. В честь Дня работника культуры в Люберцах прошёл праздничный концерт. На нём побывала съёмочная группа нашего телеканала. 25 марта неофициально называют Днём праздничных людей. Действительно, ни одно важное мероприятие или концерт не проходит без их участия. И даже сегодня они не в зрительном зале, а на сцене. Выходить на сцену пришлось не только для того, чтобы петь или танцевать, но и получать награды. Сразу три человека удостоены почётного звания. Людмила Бусыгина, Светлана Горожанкина и Наталья Степанова – теперь заслуженные работники культуры Московской области. Я в культуре уже 17 лет, почистываешься на летие. Что такое для меня в культуре? Я не работаю в культуре, я ей служу. Это моё слово такое дежурное, правильное. Потому что все жизни, все помыслы, вот я работаю в музее, музей – это моя жизнь. А музей – это культура. Что, как ни музей, да, приучают людей к культуре. Знаковым этот день стал и для Татьяны Матвеевой. Директору детской музыкальной школы номер два присвоили звание заслуженного артиста Московской области. В честь праздника виновники торжества получили благодарственные письма от губернатора Московской областной думы, главы городского округа Люберцы и депутатского корпуса. Я хочу вас поздравить таким профессиональным праздником, чтобы вы всегда были в хорошем настроении, чтобы от вас оставалось хорошее впечатление. Я, конечно же, искренне вам желаю хорошего материального удовольствия. В городском округе Люберцы 17 учреждений культуры и дополнительного образования. В них работают более 400 человек. Это люди, влюбленные в своё дело и бесконечно преданные искусству. Люблю очень свой инструмент баян. Баян – это вообще душа русского народа. И я, знаете, просто очень люблю свою профессию и очень горда, что я работаю в нашем городе Люберцы, в нашей прекрасной школе.